Здравствуйте! Мы продолжаем наш прошлый урок в 26 главе Таня. На русском версии мы находимся на 153 странице. И вот после того, что мы прошлый урок поставили, установили следующее, что такое депрессия? Депрессия – это унилость. Депрессия – это лен. Депрессия – это неактивность. Неактивность. Радость – это точно противоположная сторона. То есть активность, живой жизни, творческие жизни, улипчивые жизни. В закону ТОРУ запрещено. Запрещено находиться в депрессии. Запрещено. И мы установили тоже, что депрессия, она принадлежит, по сути, тма, клепот, животная душа. Первое, потому что они самые такие – холодные, тёмные и унылые. И поэтому они производят такое чувство у тех, которые с ними. Второе, у них есть цель, почему они отталкивают человека быть грустным. Потому что тогда он не будет справляться. Тогда он будет спрятаться в себе. Также мы говорили, что если есть определённые преимущества в том, что похоже на грусть, грустить – это не грусть. Хасидут – это ещё один, можно сказать, слово, которое есть в Хасидут, пользуется в Хасидут. И в святом языке он присутствует. На русском языке я не нашёл его подобие. Это называется «мерерут». А качество «мерерут», если мы её разберём, если будем разбираться, как он работает. Вот этого качества работает. Первое – это сожаление. Второе – мотивация. То есть он жалеет на прошлой, и он возмущён из этого прошлой, и поэтому он будет активным. Точно не тот результат, который есть у груст. Груст – его результат – это спрятать в кровати. В лучшем случае. Амерерут – он отталкивает убегать из прошлой, менять её и мотивирует нас быть лучше. Поэтому раз в какое-то определённое время, говорит Ребе, подназначенное время, не просто определённое время, назначенное время, Человек должен ввести себя в состояние «мерерут», для того, чтобы раскаиваться о своих грехах неправильных, для того, чтобы исправить свои ошибки. И этот счёт, который он делает, должен его перевести в каком-то возмущённом состоянии над собой и толкнуть себя и стать лучше. Вот это нужно, но очень мало. И очень в определённое время. Не всегда. Теперь, после того, что мы это поняли, Ребе начинает входить в деталях. Первый и самый известный груст – это из нашей жизни. Человек что-то провалилось в жизни, не дай Бог, здоровье, которое он не ожидает. Погнулся не такая, как он хотел бы, или была у него такая. Или родители не так, не дай Бог, супруга или супруг, дети не так. И человек чувствует, что у него есть право грустить. Здесь очень важно входить в другую, чуть-чуть похожую тему, которая очень поможет нам понять, против чего мы боремся, когда мы говорим о грусти. Когда подходят евреи и говорят, не дай Бог, я болею, у меня катастрофа, я болею, тяжёлая болезнь. Что ему должен говорить верный, правильный друг, или верный, правильный Машпия, который занимается душевной жизнью, или верный, правильный Равин? Какой совет он должен быть? Первый он должен с ним поискать хороший врач. Надо помогать человеку найти врача. Если ему нужно купить лекарство, и не хватает денег, ну помоги, сколько можешь. Ну это первый. А второй, мы говорим, что мы пытаемся его успокаивать. И как мы успокаиваем, мы говорим, человек, вы знаете, это испытание. Всевышний отправил к вам испытание. Для чего? Укрепи тебя. Что ты станешь лучше. Есть очень красивый рассказ, что одного простого еврея, который дрожал к речмам, пришёл к Зейде из Шполя. Дедушка из Шполя, был такой очень большой праведник, во время Большим Туви, Магеды из Мезрича. И начал плакать, что в его огороде нашли воровство. Сундук с воровством. И ввинять его в обворованных вишах. И он говорит, я не воровал, я его не спрятал. И это не я. Но вся ситуация показывает, что как будто я его спрятал у себя в огород. Меня хотят посадить. Говорит ему, Зейде из Шполя, этого великого праведника, ничего, посиди чуть-чуть в туме. Я должен сидеть, я же ничего не делал. Может быть, Всевышний отправит тебя в туме по какому-то причину. Ребята, я не хочу никакого причины. Никакого причины не хочу. Не хочу в Туме. Рассказывает ему, зайдя из Шполя, следующая очень интересная история. Я сидел в Туме. Меня посадили. Какая история? Когда у него было время, по которым он ехал из город в город, иногда открытый, иногда скрытый, иногда скрывал себе, иногда знали, кто он. Для того, чтобы искать какие-то евреи, нуждающиеся в помощь, в большинство это была духовная помощь, иногда это была материальная помощь. И помогать. Это была известная история. Много лет. Однажды он был в гостях у одного еврея, достаточно состоятельный. И он их принял. Он не знал, что это зайдя из Шполя. Он не знал, кто он такой. Он был у него. Я был у него. И еще один еврей был у него. Он нас принял в очень-очень высокую радость к себе домой. И кормил нас лучшей едой. И накрывал стол в лучшей посуде. В том числе и серебряной. Закончено субботу, воскресенье. Мы вышли. Он еще дарил нам какие-то денежки на будущее. И мы начали ходить. Через лес начали ходить в сторону другой города. И я слышу шуму. Когда я начал слышать шуму. Человек, который тоже был в гостях. Говорит ему. Не поможете ли мне, пожалуйста? Мне нужно на уборку, на туалет сходить. Берите мою сумку. Сохраняйте, я сейчас вернусь. И он успешно сбежал. Как только шум начал быть сильнее и сильнее, остановилась карета. Отсюда вырвались несколько полицейских. С этого хозяина дома. С криком, ты вор, негодяй, тебя не стыдно. Начали перевернуть вещей. Особенно вот этого сумка другого еврея. И там все, что было оборовано. Я начал говорить, что я... Да ты, конечно, нет. Дали ему, как хорошо, пошучено. И спрятали его в туме. Он говорил, что вначале мне было очень больно. А потом я думал себе, наверное, Бог меня послал туда. Наверное, есть причина. Откуда меня сдать? И он рассказывает, как вначале пытались зэки издеваться над ним. И он должен был давать им выкуп. Они давали им выкуп. Они хотели его ударить. Когда хотели его ударить, они положили его на какой-то кровати. Хотели его ударить. Тот, который хотел ударить, начал кричать от боли. Они поняли, что он святой человек. Оставили его в покой. И он понял, что один из заключенных в этой комнате был еврей, который потерялся от еврейской жизни. Подружился с цыганами. И начал жить их жизнью. Тогда цыганы, они как сегодня. Они еще и гуляли на всяких местах. Это была веселая компашка. И он начал его привлекать. Начал его учить, как благословлять, как читать, как молиться. И этого еврея говорит ему, я не знаю, как отсюда уйти. Без тебя, если я уйду без тебя, или ты без меня, я все еще распотребляю все. Я не могу так. И один ночь, говорит, зайду из Шполя, меня снится. Пророк Илья говорит мне, встань, можешь убегать. Встань сейчас. Я проснулся. Решил, что несмотря, что меня не указали, я возьму этого еврея со мной. Я его будил. Говорил ему, держи за мой ремень, за галту и ходи за мной. И на удивление дверь в камеру был открыт, дверь в коридор был открыт, дверь в отделение был открыт. Все уснули, прямо уснули на ходу. И даже выход из турнира был открыт, и все спящие. И они уехали. И он стал правильный еврей. Говорит ему, Ребе, ты не знаешь, для чего тебя отправляют в турнире. То есть, когда мы говорим, когда человек подходит к нам и говорит, что у меня есть беда, помимо того, что мы первые ему помогаем физически, это долг, еврейский долг. После этого мы начинаем укрепить его дух, и мы говорим ему, слушай, это испытание. Можете спросить, а что за испытание? Этот человек пришел к нам и говорил, что он больной. У него, не дай Бог, там тяжелые заболевания. Что у него нет заболевания. Какое-то испытание. У него есть заболевания. Есть заболевания. У него больно? Больно. Он не может концентрироваться нормально. Не может. У него вся семья в истерике, вся семья в истерике. Сотрат будет большой, будет большой. Так какое тогда, как мы называем вот этого состояния испытание? Какое-то еще испытание? Ответ очень важный. Понять. Чувство испытания. Испытание, которое включено в этом состоянии, это реакция человека на ситуацию. Человек может быть больной, не дай Бог. Ему может быть очень больно. И окружение очень переживающее. Но он может себе укрепить взад в руки и быть активным. Заниматься своим здоровьем, приходить в синагогу, одевать каждый день тфилин. Стараться соблюдать еще субботу, не смотря за сложности, не смотря за боль, не смотря за переживания. И в конце концов снимать полностью, сколько человек может, свои переживания. И укрепить свою уверенность во Всевышнем на удачу. В этом включается испытание. Какое поведение и какое чувство я готов себе допускать в сердце. Начну я быть перепуган и спрячусь куда-то. Или стану более крепким человеком. Это вообще в общем, когда мы говорим о испытании, вот это вопрос испытания. Теперь мы говорим о груст. Человек говорит, у меня болезнь, у меня больно, я боюсь. И поэтому я имею право быть грустным. Говорит ему ребят, нет, нет права. Нет у тебя права быть грустным. Нельзя быть грустным. То есть, это не просто испытание, это запрещено. Нельзя быть грустным. Тебе нет права быть грустным. Человек только что, не дай Бог, занимался определенной сделкой и потерял все деньги. Прям все потерял. И он говорит, ребя, что со мной происходит? Я грустный. Говорит, нельзя быть грустным. Нельзя. Человек приходит и говорит, моя мама, моя папа, не дай Бог, моя сестра, моя дочь, моя сестра. Нельзя быть грустным. Нельзя быть грустным. Как можно такого сказать? Как можно сказать человеку, нельзя быть грустным? Почему не быть грустным? Меня больно в жизни. Как можно сказать мне, не будь грустным? Будь крепким, повел ты Всевышнему, хорошо. Будешь молиться больше, хорошо. Но не быть грустным? Это же минимальный человеческий фактор. Как можно сказать, не быть грустным? Миршлеме говорил, очень интересно, что он отвлекает себя. Отвлекает себя, это не радости. Это просто обманывать мозг. Мы говорим о том, что человек осознает свое состояние. Он не отвлекает себя никуда. Ему говорят, не будь грустным. Тебе нельзя быть грустным. Первый, мы могли сказать человеку, почему нельзя быть грустным. Потому что это не помогает. Что поможет, что ты будешь грустным? Никому это не поможет. Если ты будешь грустным, ты вредишь себе. Ты находишься в каком-то определенной депрессии, ты менее активный, ты ничего не делаешь. Жена еще будет хуже в этом. Дети будут в панике, родители будут в панике. Зачем быть грустным? С тобой мало кто захочет общаться, потому что люди не хотят быть в таком состоянии. Зачем быть грустным? Ребята, такого объяснения не говорится. Будем сейчас учить, что он предлагает. Нет, не так. Есть намного глубже причина, почему нельзя быть грустным. Нельзя. Неправильно быть грустным. Я рассказал это. Я рассказал другом. Он раввин в Монако. Он рассказал мне, что за территориальной водой Франции и Монако есть яхта. Человек, который живет в этой яхте, в состоянии которой там 600 миллионов долларов. И он не может уходить из международных моря в каком-то либо в мире стран, потому что везде в мире его сразу упакуют и в Туми. И он сидит в яхту и ревет. Постоянно сидит и ревет. То есть решать этот вопрос, он не готов. Давать деньги не готов никому. Решать вопрос, но сидит и ревет. Кстати, почему так происходит? Я не знаю, если Мейушлеме будет соглашаться, но я могу вас уверять. Много людей состоятельные, грустные. Грустные. Депрессивные. Почему депрессивные? Работа будет грустной? Понимаешь, в чем проблема? Когда бедный или когда не хватает деньги, ты уверен, как только у меня будет много денег, я буду счастлив. Когда человек имеет деньги, он грустный. Вот именно в этом входит ответ. Это закон. Старый хасидов Твери. Я слышал это от очень известных ровин, что он так слышал от старых хасидов Твери. Так он говорил. Говорили ему, что любое наслаждение в мире переводится к груст. А любое душевное или духовное подвиг переводится к радость. Это проверено. Первый, как мы говорили, закон. Клипа, ситра-ахра, животного душа, это что? Тьма, холодно и грустно. А все, что касается духовности, божественность, это свет, это тепло, это радость. Но есть тоже психологическая причина. Это все переводится на существующую жизнь у нас, на организм наш. Почему грустно, когда есть какой-то подвиг в материальной жизни? Вначале получается эйфория, а через время падаешь в депрессию. Почему? Человек считает, он рассказывает себе, что когда он достигнет, у него будет хорошо. Надо понимать, для того, что человек будет живой, и будет что-то делать в жизни, он должен перед собой ставить цель. А этот человек, который выбрал цель из области физическое достижение, он достигает и грустит. Почему? Потому что, что он воображал себе, что как только я достигну, как только я дойду, туда дойду, у меня будет очень хорошо. Как молодежь говорит, офигенно хорошо. Прям очень хорошо. И получается, что он получил так, как обычно. Неинтересно. Неинтересно. Кстати, это касается не только в деньгах, что не будет ошибки. Просто у богатых людей азарт намного больше, и он намного чаще. Они пытаются достиг, они достигают и еще раз падают. Достигают, еще раз падают. Почему? Ничего не изменилось. Никакого кайфа не получили. Ничего не получается. Как-то получается хорошо, но потом не получается. Это касается то же самое, если вы будете наблюдать в себе в любом подвиге. в едой. Кушал, вкусно, а потом жалко. Выпил слишком. Не то. Любовных отношений то же самое. То же самое. А что дает нам состояние радости, если какой-либо, какой-либо духовный цель помогать кому-то. Помогли, получилось, мы уходим с радости. Закончилось, пояк. я делаю, вот мне хорошо. Вот мне хорошо. Я молился, мне хорошо. Я доучился трактат. Вот получилось. И это остается. Это богатство. Это истинно остается. Все равно, вернемся к нашему вопросу. Мы не говорим ему, что грустить это невыгодно, это не получается. Ребя берет совершенно другой причина, почему не грустить. Почему? Потому что это добро. Вот это, что происходит с тобой сейчас, это добро. Это неплохо. Это добро. Это истинное добро. А ты не видишь это, тебе больно, тебе неудобно. Пойми, не все ты понимаешь. Так надо. Однажды Ребе Маагаш стоял на платформе Витебска. Ну, на жидевокзале. На платформе. Ждал поезд ближайший в Петербург. Когда, ну, там, можно, можно понимать, сколько, как часто пошел поезд на Петербург, Витебска, да, не так, не так часто. Уже прошел поезд, и глава станции очень уважали там, Ребе. Побежал, Ребе, поднимай. Он говорит, не хочу, не хочу, я буду ждать, на следующий. стрелы же через пять часов, все равно, подожду. Ну, хорошо, подождешь, так подождешь. Поезд ушел, и через определенное время услышали, что была авария, и много погибли, и много ранены. Побежал начальник станции к Ребе и с возмущением, и говорит ему, Ребе, почему ты ничего не сказал? почему ты ничего не сказал? Ответили ему, Ребе, я привык почувствовать, что правильно. Но если я скажу тебе, останови поезд, я так чувствую. Кто тебя бы назвал умной? Мы простые люди. Нам кажется, что нам это очень плохо, прям очень плохо. Но кто такого сказал? Тебе нам кажется, но это неправо. Истина, что Всевышний тебе дает это, потому что тебе это хорошо. В каком-то соображении, не знаю, какое-то соображение, тебе это хорошо. нехорошо. Говорит Ребе Боли, почему тебе это выглядит как нехорошо? Потому что это дано от божественности высшее человеческое понятие. Поэтому оно конвертировается в непонятные виды. что это в нутри. Я прочитаю по сметом языке по Ибрит. В хине это со Совет литээр льбо микол отца в нидну дэога мимилэ дэалмо. Как человек должен очистит литээр льбо. очистит церца. Микол Эцев с любого депрессия груст в нидну дэога и даже чуточку ну даже минимальный переживания переживания даже нет не надо мимилэ дэалмо из жизненной проблемы милэ дэалмо вопросы в жизни ва филу бонэй хайе хумизойна и даже вишек касающийся бонэй это в дитэй хайей это как это это здоровья и мизойной то испарну сэ заработок почему это ва филу почему это и так же потому что это вишек которые человек обязан делать человек никому не делает одолжение когда он хочет ходить на работу человек ходит на работу потому что в свишной повелили ему кормить свою семья он должен идти на работу шеще съемим та войду шесть дней работаете у башвии тишбот и в субботу перестаньте работать но шесть дней работой нельзя не работать человек не может сказать что детей от бога поэтому я не должен воспитывать или заниматься детей не должен почему нет потому что всевишной дал ему обязательства и как написано в законе человек должен кормить своих детей и он не делает никакого одолжения жены никакого одолжения он должен ее кормить и должен ее одевать и должен купить ее украшение и должен насколько настолько он в состоянии финансовое так написано в ктубу договор который человек подписан с женой должен обязан говорит треба даже таких вещей которые человек обязан и он может говорить знаете я не переживаю из-за того что это материальная жизнь у меня переживание все вишни обязывал меня кормить детей кормить женой одевать их заботиться о здоровье говорить ему да ты обязан но это не оправдание грустить или переживать ну и как лишить а как лишить этого чувства нет это чувствовать мода зоис зоив лени гаверит рэбэ лакол мэмэр азал нэшэ мудрецов сказали кэшэм шэм шэм мворэх алатэйво хуэл есть закон тэк жэк чэлэвэк блэгэс лэвэлээйт нэдэбрэу кэторэйвэу пасээшэйт бэжизны чэлэвэк дожмэлэвэйц сэviэшэмээо за низдобро например когда у него получается щэто ク musun на evil он должен сказать шээхеээну есть блэгэээгэээээна которые мы блэгээсээлээвили перэээд началов ску есть иногда что надо блэгээээээ блэгээсээээээээсэээээээээээ, есть разные благословления если, дай Бог кто-то умер мы благословляем что в свящность судит правильно то есть мудрецов говорили что человек должен благословить к добру так же как он благословляет к добру, но не добру упил шубаги море и в Талмуде комментировали это лекабулай бессимху это не просто произносить благословление а почувствовать и принимать это в радость в радость так же как будто бы у него случилось что-то добро потому что это тоже к добру откуда взатое вот это выражение и гамзу литова это тоже к добру есть известный Талмуд который рассказывает о рабе Акиве рабе Акива шел в пути у него был петух у него была свеча у него был осел для того что кататься на него свечу для того что зажигать и учить тору ночи и петух это был будильник сегодня это мобильный телефон это было его мобильного телефона было видой петуха был наверное какой-то IPhone это был очень кричавший петух а если это был какой-то простой был какой-то, не знаю, китайский да, китайский петух но у него был, наверное, хороший петух кричавший такой И он пришел, тогда это было вес, дорогу было опасной, там было много войска, много грабителей, это было после разрушения большинства Израила, может быть, после разрушения храма даже, я не помню. И было желательно попасть в город, в какую-то крепость до ночи. И он приехал в каком-то город, когда, наверное, планировал дорогу, хотел себе пустить туда, а его не пускали. Рабьяки его не пускали. Ну, выход какой. Он вышел в недолокое место от города, но там очищали дерево от всего окружающего города, для того, чтобы охранять будет получше. Ну, как охранять, если можно, туннел какой-то с водой и какой-то площадок, что могут стрелять, увидеть людей, нападающих. Ну, как-то чуть-чуть дольше от города сидел над деревом. Почему над деревом? Потому что он боялся всяких зверей. И действительно, как только он начал учиться, начали блюдо, первый начал вытер и потушил его свечу. Никак не мог его зажигать. Ну, хорошо, будем спать. Как только он спит, он слушает, как нападает на его осол лев. И просто его все убили, и все, и конец. И как только, как будто это не хватает, кошка съела его айфон, его петух. И каждый раз, когда что-то произошло, он говорил, Гамзулетова, это тоже к добру. И это тоже к добру, и это тоже к добру. Когда его не приняли в город, это тоже к добру. Когда потушила, 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 потушила свет, это тоже к добру. Когда съели его осол, это тоже к добру. Когда Петух тоже к добру, а под рассвет было нападение на этого города, войска большая, и взяли в плену весь городской, городских жителей. Говорит, Габиакива, вот видите, что это было к добру. Если бы меня пустили в город, меня взяли в плену. Еще Габиакива получили в плену, это было, наверное, состояние, стоящий инвентарь. Габиакива, если не потушило свет, ветер не потушило свечу, то меня поймали. Если не ели мою соль, он бы кричал. Если не убили мой Петух, то тоже крикнули. Это было к добру. Габиакива, говорит Ребе, надо первое понимать, надо благословить Всевышнему за того, что нам кажется, что это плохое, потому что нам не понять. Но это добра. Это добра, поэтому надо даже радоваться, что это происходит. О, и теперь рак, шеэйно, ниглес, венира, ислайнебосов. У нас есть один проблем. Нам это не видно. В наши массовые материальные глаза мы это не понимаем. И почему это так? Почему наши глаза, обычные человеческие глаза, это не видят? Кигу мей алмодес кассия шелемайло мей алмодес галя. Потому что это от мир скрытый, и нет мир открытый. Кто такой мир открытый, мир секрет? На самом деле, можно много говорить, об этом написано, очень много в Хасейдут. Но на самом деле, это очень просто. Например, написано в Кабале, что мир речь, это открытый мир. А мир мыслей, это скрытый мир. Почему? Когда я говорю, вы слышите меня, вы понимаете меня? Если я начну мальчать, урок не пройдет. Вам это скрыто того, что я не говорю. И так выше, и выше, и выше. Факт того, что вы понимаете, почему вам дают добро, и не понимаете, почему не дают тебе добро, это потому, что это открыто, а это скрыто. А скрыто выше, чем открыто. На самом деле, да. На самом деле, да. Почему? Лейб спрашивает очень хороший вопрос. А нам стало легче теперь? То есть, Лейб спрашивает, а нам стало что-то легче? Ну, это скрытая божественность. Ну, хорошо, а нам что? Мы хотим, что у нас будет есть. Мы хотим, что у нас будет легче спать. Мы хотим проснуться и знать, что наши детей здоровы. Мы хотим проснуться и знать, что наши родители хороши, хороши и счастливы. Как нам это помогает, что это не так? И теперь ты говоришь нам, что это скрытый мир, а мы не хотим его. Первое, надо понимать, что мы всегда молимся, когда мы молимся. Что мы хотим, Лейб всегда благословил, что добро, которое будет нам дано, будет добро, которое видно и понятное. Мы теперь говорим не того, что хотим, а того, что получаем. И когда мы получаем, мы же не хотим этого. Но мы получили, и теперь нам тяжело. И теперь у нас вопрос. Как относиться к этому? И Ребе говорит, как относиться к этому? Относиться положительно. Вам это от Бога. И вы должны в себе и понимать, что это потому, что к тебе относятся Всевышний с высшей намеренной, не ниже намеренной. Почему он выбрал так? Это отдельный вопрос. Когда будешь молиться ему? Может, посыть у него по-другому. Но ты должен понимать, что грусты тут ни за что. Так Всевышний тебе дает. И ты должен это принимать. Тяжело, да? Да, тяжело. А кто сказал, что будет легко? А кто сказал, что будет легко? Знаете, после Холокост были очень много проблем. Очень много проблем. И один писал к Ребе очень красивое облашение. Почему? Вот целый вопрос. Почему так? Ну почему так? И Ребе начинается не с ответа. Ребе начинается с объяснений. Я хочу, что ты поймешь, что я говорю, понимая тебя. И как ты подумаешь, что я понимаю тебя, что ты знал, я потерял брат. Мой текст потерял дочь. И дочь потеряла свекровь и текст. мы потеряли дядя, тетя всяких разных сторон. Мы страдали. Достаточно. И я вам говорю, сочувствуя вас, говорю вам, нам не надо ответ, мы же не способны ее понять. так Всевышний ведет себя. Самый вопрос означает, что я веру, что это Всевышний. Веру, что это Всевышний. мы еще будем учить дальше, как Ребе объясняет, что это опасное испытание. Один из причин это выражение мудрецов когда есть люди, которые сломаны от страдания и им не хотят ничего. Поэтому мы всегда молимся Всевышний не делать такое испытание. Не ставить человек в недобро. Непонятно ему добро. Не ставить. Но говорим сейчас, если уже поставленный значит тебе или кому-то это есть хватает сил собирать себе в кулак и объяснить себе, что это добро. Ему непонятное, но добро. Хорошего вечера. Ребята, давай остановим целый день.